Всем привет! С вами Юля Симуля, а мы с вами играем в Sims 4. Это летсплей родителей, семейка Уокер, седьмая серия. Добро пожаловать! У нас с вами суббота, раннее утро. Вот, Джей не очень красиво украсила стол. Вот в этом игровом наборе появилось новое действие. Теперь стол можно украшать. И в этот раз я выбрала действие украсить стол модной обстановкой. Вот, можно украшать стол по модному, по праздничному и по обыкновенному. Сегодня Дженни решила украсить его по модному. Наша Дженни, кстати, сама стала очень модной девушкой. Если вы смотрели предыдущий стрим, то видели, как она изменилась у нас. Мы изменили ей прическу, отросли у нее волосы понемножку. На лице уже стало меньше высыпаний и, конечно же, изменился гардероб. Так что она у нас не помолодела, короче, посвежела, похорошела и выглядит просто замечательно. Давайте отправим ее в зеркалу. К зеркалу, наверное, чтобы она немножко покрасовалась, полюбовалась с собой. Вот это пойдет ей на пользу. Пусть попримеряет свою одежду, которая у нее теперь появилась. У нее не один экземпляр, а даже несколько. Вот, ей очень нравится майк и она уже начала с ним встречаться. Совсем недавно мы ходили с ним даже на свидание в ресторан. Правда, пришли очень поздно, мама нас немножко наругала, но все равно Джене очень рада и счастлива. Вот, и теперь старается выглядеть просто замечательно, вот, чтобы майк на нее больше обращал внимания и чтобы у нее было все с ним хорошо. Давайте дадим ей задание, чтобы она попримеряла все варианты одежды, которые у нее есть. Вот она думает, может быть, пойти ей куда-нибудь в бассейн. Да, кстати, она немножко похудела и стремится еще сбросить вес, чтобы выглядеть просто идеально. Вот, влюбилась уже наша девочка. Вот такие у нее варианты одежды. Это, кстати, повседневный и у нее есть еще два повседневных варианта. Правда, она не захотела нам их показывать. Давай-ка, наверное, собраться танцевать. Будешь учиться. Да, вот, учиться танцевать. В общем, приди в хорошее настроение и, может быть, сегодня встретитесь с Майком. Кстати, нам нужно найти наш дневник. Вот он у нас лежит под нашей кроватью в этот раз, слава богу. Вот, и я бы хотела, чтобы она сделала еще некоторые записи о том, что вот у нее все хорошо, жизнь налаживается, выглядит она лучше, обновила себе гардероб и мечтает с Майком встретиться еще раз. Так, наши детишки чем занимаются? Играет у нас в песочек Льюис, но хочет сахар. Хочется ему сладкого. И из-за того, что сладкого ему не дают, у него настроение даже ухудшилось. Давайте мама к нему придет и немножко позанимается его воспитанием. Научим его говорить спасибо, пожалуйста. Вообще пообщаемся с ним, поиграем. Вот, сегодня суббота, поэтому мы можем больше времени провести с детьми. Наш Гарри, Гарри решил вздремнуть на свежем воздухе, да, не выспались немножко наши симы, как-то я зашла с утра наблюдать за птицами. Птицы, которые хотят поесть, пока нигде не видно. Наверное, кормушка у нас не наполнена, да, нам нужно наполнить кормушку, и это может сделать папа. Вот, Гарри его как бы попросит наполнить кормушку, потому что сам не умеет и понаблюдает за птичками, которые прилетят. А, Дженни, ты там дотанцевала у нас? Нет, до сих пор учится. Все, бросай это дело и делай заметки в дневнике. Пиши о том, что хочешь еще раз сходить на свидание с Майком. Вот, тут Льюис пришел и решил, наверное, ее подразнить. Говорит, я тоже танцевать умею, я тоже такой модный классный мальчик. Так, и Льюис увидел, да, что какой-то секретик есть у Дженни, что она полезла под кровать зачем-то. Но я думаю, что Льюис еще не до конца понимает, что такое дневник и зачем он нужен. А, у нее теперь задание спрятать дневник. Так, давайте, наверное, наша Дженни немножко вздремнет, потому что она устала. А, вот, а мама с Льюисом, пожалуй, выйдут, наверное, из этой комнаты, чтобы не мешать Дженни и свое воспитание где-нибудь в другом месте продолжат. А, вот, кстати, можно Льюиса уложить даже на дневной сон, так что мама может его, в принципе, даже спать уложить, почитать ему на ночь. У Гарри, у нашего сегодня... О, они с папой уже играют в домик, отлично, покормили птичек и пошли играть в домик. Это хорошо, пусть общаются, ныть из-за комендантского часа. Давайте попробуем поныть немножко. У нас комендантский час, и после девяти вечера нашим детям выходить никуда нельзя. Ну, правда, Гарри у нас еще совсем маленький, и я сомневаюсь, что он куда-то хочет после девяти вечера, но поныть дело святое. Так что, пусть немножко папе пожалуется, вот, говорить про любимых животных, и, наверное, ему тоже не мешало бы вздремнуть. Так что, папа может его тоже уложить, как бы, на дневной сон, чтобы он немножечко поспал, а то ночью... Ночью наши симы, как обычно, непонятно чем занимались и не спали, так что придется им досыпать днем. Здравствуйте, я представляю компанию из силен как слон. Мы хотим прислать вам бесплатный образец нашего нового товара, наушников капелек. Ага, нам наушники присылают, это отлично, с новым каталогом фитнес, теперь нам дарят наушники. Только я не поняла, кому их подарили. Дженни, по-моему, отлично. Дженни, как раз-таки, они нужны. А вот, включить, переместить в мир, мы можем... Они, интересно, уже действуют, если я нажму на Дженни. Сейчас проверим, посмотрим. Дженни, а ну, просыпайся, посмотрим, есть у тебя наушники или нет. Интересно, какого цвета их ей подарили. Все, мама уходит, укладывает Льюиса спать, а мы попробуем, Дженни, включить наушники. Да, наушники капельки слушать, мы можем слушать жуткую музыку. Это будет очень даже в тему, потому что Дженни подросток, и мне кажется, такая музыка ей очень даже понравится. Наушники у нас серые. Ну, кстати, очень даже неплохо сочетается с ее образом. Ну что же, иди, доставай свой дневник, пиши, все уже поуходили, никто тебя не увидит, так что можешь писать свои секретики в дневнике. Вот, а потом не забудь его обязательно спрятать к себе под кровать, а не к кому-нибудь другому. А то Дженни у нас может спрятать под кровать к брату или к маме. Так, не могу, вот все, положила ей дневник и неистово писать. Что-то она рассердилась. Интересно, а что же у нее настроение испортилось? Со мной не все в порядке, перепады настроения. Возможно, это из-за жуткой музыки, а может быть из-за того, что она просто подросток. И вот такие перепады у нее настроения. Все, бросай слушать музыку, иди пиши. Пиши о своих чувствах к Майку, и пиши о том, что в семье тебя все достали. С младшим братом ты постоянно ссоришься, ругаешься. И вообще в доме очень шумно, потому что куча детей, которые постоянно балуются. Вот, наверное, нам нужно всех наших симов уложить спать, потому что я смотрю, и у Риты тоже не хватает бодрости. Так что вот такой вот тихий час в субботу в 10 утра все решили немножечко вздремнуть. Достигнут второй навык писательства. Дженни у нас... Кстати, она продолжает слушать музыку. Да, слушай. Или уже не слушай. Это что-то... Настроение очень ее сердетое. Нистово пишет в дневнике. И вот эти перепады настроения, кстати, у нее проходят. То есть от того, что она пишет в таком плохом настроении, это помогает. Ей она выплескивает свои эмоции, и ей становится лучше. Давай, пиши. Потом мне интересно будет посмотреть, куда же она спрячет этот дневник. Потому что может она спрятать куда угодно. Уже и к маме под кровать спрятала, и к своему братику, который, кстати, этот дневник потом и нашел. Так что, Дженни, будь умней и прячь куда-нибудь в такое место, где никто не найдет. Все, давайте дадим ей задание спрятать дневник. И можно тоже ей немножечко вздремнуть. Потому что тоже она у нас устала спать. Да, может, можно даже и спать немножко. Лечь днем это не помешает. Все, бросай, бросай писать. Ты уже написала свои главные мысли. Так что прячь дневник, а мы посмотрим, куда же ты его спрячешь в этот раз. Контроль над эмоциями. Кстати, я вот тут посмотрела, у нашей Дженни очень даже хорошо развиты достоинства характера. Да, слава богу, она... Нет, она не спрятала. Она не спрятала дневник. Кстати, слышите музыку? По-моему, это у нее играет. По-моему, вот эта жуткая музыка, она играет у нее в наушниках. Давайте выключим, чтобы она ее не мучила. И нам тоже эта ужасная музыка не была слышна. Все, Дженни, спрячь, пожалуйста, дневник. Дневник... Нет, мы нажмем на сам дневник, чтобы она спрятала дневник не именно к себе под кровать, а туда, куда она захочет. Ну, не надо плакать. Все, не буду я тебе ставить больше эту жуткую музыку. Я поняла, что именно из-за жуткой музыки у тебя такие перепады настроения. Все, прячь дневник и ложись спать. Куда она спрячет? Она вновь идет прятать к брату под кровать. Ну, что ж такое? А потом, Дженни, будешь жаловаться, что Гарри найдет твой дневник. Вот потом не жалуйся. Была возможность спрятать под свою кровать, но ты решила спрятать к братику. Ну, ладно. Так, у нас уже Рита проснулась и хочет идти поиграть в песочек. Не надо. Ты у нас уже взрослая, большая. Давай, наверное, с мужем своим пообщаешься. Вот, раз сегодня суббота, то они могут немножко времени провести вдвоем. Я все-таки решила, ребята, что четвертый ребенок – это перебор. И, ну, я не знаю, пока точно не будем заводить. Там, конечно же, дальше посмотрим. Но, тем не менее, можно немножко уделить нашим взрослым внимание, чтобы они побыли вдвоем. Вот, пусть присядут на диванчик, поболтают. И, может быть, даже дадим задание им в уху. Если, конечно же, дети к этому времени не проснутся и не потребуют внимания. Вот, я немножечко откатила возраст нашим симам и Льюису еще рано взрослеть. Так что еще дня четыре, а, может быть, и больше у нас побудет Тоддлером. В общем, я думаю, что пока нет необходимости заводить четвертого ребенка. При том, что все равно это будет очень много времени занимать, воспитание. И мы не сможем раскрыть всех персонажей и уделить им внимание. Все-таки Рита пошла вздремнуть. Ладненько, иди вздремни. Гарри уже, я думаю, что можно будить. И у него сегодня задание школьное. Ему нужно закончить проект. Ему в школе дали задание. Химический вулкан нужно сделать. Давай, Гарри, просыпайся. И я думаю, что папа тебе в этом поможет. Папа у нас, я думаю, что с радостью позанимается вместе с Гарри и поможет ему с этим вулканом. Так что, папа, просыпайся. У тебя выходной. Уделяй внимание сыну и помогай ему с его школьным проектом. Мы пока еще запустить... А, подождите, мы уже сделали. Точно, мы сделали уже вулкан. Отлично. Так у Дженни остался, по-моему, школьный проект тогда. Да, у Дженни мы не сделали. У нее проект работостроения. Тогда всей семьей поможем Дженни завершить этот проект. А на вулкан просто посмотрим. Давай, папа, запусти и посмотри, что же натворил твой сын. Что же он тут такое придумал? Какой химический вулкан он сделал? Ну и придется нам будить Дженни, потому что это ее проект. И она должна его начать. А все остальные просто подойдут и помогут ей с этим справиться. Мы уже несколько проектов сделали. Мы сделали проект солнечной системы, проект химического вулкана. И теперь займемся работостроением. Гарри, тоже подходи. И начинай аккуратно работать вместе с сестричкой и вместе с папой. А, папа, кстати, не может начать проект, потому что, наверное, должны дети начать этим заниматься. И тогда он сможет присоединиться. Где наши детки уже? Так, Льюис спит. Льюис, давай уже просыпайся. Ты хорошенько выспался. И иди просто поиграй в песочек. Пока проект ты делать у нас не умеешь. Но ты умеешь кататься с горки. Вот, играть в бассейне и, не знаю, в песочек играть в кубики. И заниматься своими детскими делами. Так, Дженни у нас уже идет. Боже мой, что же с ней такое? Ничего себе походка. Это что, из-за такого настроения? Разъяренное. Не, подождите. С таким настроением, мне кажется, не надо ей ничего делать. Давайте мы ее покормим. А то голодная она у нас. С таким настроением не надо ей начинать этот проект. Давайте мы займемся, наверное, Гарри. Гарри начнет проект. Только будем, правда, аккуратно работать. Аккуратно. Вот, аккуратно будем работать. Вот и папа нам поможет. Я вообще-то не помню, чтобы Симы ходили вот такой странной походкой. Может быть, это из-за того, что она разъяренная. Или еще какая-то причина, глюк какой-то. Но очень странно. Лучше ее все-таки, наверное, уложить спать, чтобы она не была в таком ужасном настроении. А то она всех поубивает просто. И выкрикивать запрещенные слова даже хочет. Нет, Дженни, ты пойдешь у нас на диванчик, приляжешь, расслабишься. И будем ждать, когда у тебя пройдет это ужасное настроение. Потому что иначе ты его всем испортишь. И все у нас будут злиться. Так, Льюис, ты у нас идешь или нет? Льюис потихонечку спускается с лестницы. Да, медленно он ходит. Но уже у него развит и очень хорошо. Да посмотрите как. Ему осталось развить мышление и передвижение до максимума. И все будет отлично. Я думаю, что Льюис у нас успеет развить все свои навыки до максимального. Пока он тоддлер. Посмотрите, как он быстро уже бегает. Так что все у него будет хорошо. Так, мама, поубирай немножко со стола. И, наверное, повоспитывай нашу Дженни, которая у нас вот такое вот вытворяет. Поощрить перепол... Давайте мы, наверное, покритикуем ее перепады настроения. И скажем, что нужно держать свои эмоции в себе. И так вот кричать на всех нельзя. Гарри один у нас бедный. Занимается проектом. Папа кушать пошел. Ну, ладненько. Кстати, это проект не его, а проект его сестры. Но, тем не менее, видите, он старается. Так что Дженни его должница. Я думаю, что она должна будет его поблагодарить за то, что он делает ее школьный проект. Так как это задавали ей в школе. Вот. Но Гарри очень любит такие всякие поделки, интересные вещи. Так что ему просто самому интересно этим заниматься. И, кстати, он развивает навык. У него уже пятый уровень интеллекта. Все, папа, подходи и помогай сыну помочь с проектом. И, наверное, все. Пусть папа занимается с Гарри. Вот. А мама позанимается с Льюисом. Пока Дженни будет как-то спать, высыпаться. И пытаться уйти от этого ужасного настроения. Ну, да, настроение у нее теперь получше, только вот грусть откуда-то, непереносимое одиночество, низкий уровень общения. Ну, вот проснешься, мама с тобой поговорит о твоем недавнем поведении. Так, Льюис у нас играет на площадке. Я думаю, что мама может к нему подойти и немножко повоспитывать. Давайте продолжать развивать Рите навык воспитания. Хочется, чтобы она у нас стала хорошей мамой и максимально развила этот навык воспитания. У нее уже пятый уровень. Очень даже быстро и хорошо. Кстати, пятый, по-моему, она, наверное, даже недавно получила. Потому что, мне кажется, что в начале серии у нее был четыре. Да. Рита теперь может отправлять непослушных детей под домашний арест. Или просто обсудить плохое поведение. Обнять и простить. Также у нее есть больше способность, способов помочь ребенку с его потребностями. Это просто отлично. Давайте посмотрим с потребностями. Что она может сделать? Помочь с потребностями. Полезный разговор. Вот давайте мы с Льюисом полезно поразговариваем. И, кстати, домашний арест. Можно отправить нашу Дженни под домашний арест. За то, что она была сегодня в таком сердитом, плохом настроении. Вот. Тем более, можно даже найти этому какую-нибудь причину. В городе проходит фестиваль романтики. Но на фестиваль романтики нам рано. Вот. Давай, Дженни, просыпайся. Сейчас посмотрим, как же это будет выглядеть. Тут, кстати, Льюис у нас. То есть, Гарри еще параллельно просит у папы игрушки, по-моему. Но если он сделает этот проект, то я думаю, что папа ему не откажет. Так, все. Потребности падают. Давайте папу отведем в туалет. Чтобы ничего плохого с ним не случилось. Так, Дженни, просыпайся. И давайте, наверное... Мама... Ну что ж такое капризулька ты наш? Льюис капризничает. Бедная Рита. Ей вообще разорваться с этими детьми. Дженни кричит на всех. У нее плохое настроение. Льюис капризничает. Кушать Льюис хочет. Давайте тогда мы его, наверное, покормим. Потому что раз ребенок голоден, то нужно срочно его покормить. А потом попробуем... Раз у Риты уже есть такая возможность, что она может как-то под домашний арест ребенка посадить, то попробуем это сделать. Так, только как это сделать? Я не знаю. Нам нужно Риту, наверное, выбрать. Да, выберем Риту и попробуем нашу Дженни посадить под домашний арест. Воспитание. Помочь с потребностями. Побудить заставить. Помыть посуду. Приоритет освоения навыков. Наверное, это не здесь. Заставить убрать игрушки. Заставить убрать беспорядок. О, кстати, по-моему, Дженни у нас сама убирает игрушки. Клубы. Как же нам ее под домашний арест? Выкрикивать запрещенные слова. Пакость может. Хотя вряд ли с ребенком пакость. Мне кажется, что это должно быть какое-то воспитание. Помочь с потребностями. Боже мой. Ей сказать что-нибудь съесть. Ну, пусть что-нибудь съест. Ребята, не знаю я, где это действие посадить под домашний арест. Ну, раз Дженни у нас сама поубирала игрушки, то я думаю, что домашний арест не надо ее отправлять. Пусть уже поднимет себе потребности. Наверное, покушает сама. Она уже съела яблоко и нужно ей поднять досуг. Вот с мамой пусть как раз таки и поговорит. Вот. Какие-нибудь дружелюбные действия. Рассказать историю об организации. Вот. Ну, и Рита как-нибудь попробует на свою дочку повлиять. Повоспитывать ее. Мы не будем ее тогда сажать под домашний арест. Тем более, как бы особо-то не за что. Только за то, что у нее было плохое настроение. Ну, просто попробуем ей его поднять. Показатель ответственности находится в пределах диапазона. Гарри может получить черту характера ответственность. Ага. Интересно. Как же это сделать? Так. Уже седьмая серия. Я еще ничего не знаю. Ничего не знаю про этот каталог новый. Точнее, про игровой набор. Как это сделать? Получить нам эту черту? Так. Все. Гарри, иди в туалет. Пока у тебя что-то с тобой не случилось. Счастливый малыш, миломан. Как нам получить эту черту? Я не знаю. Наверное, когда максимальный уровень ответственности у него получится, тогда мы сможем получить. У этого персонажа достаточно достоинств характера, чтобы, став молодым взрослым, получить черту характера. Ага. Скорее всего, когда он у нас повзрослеет, то есть станет молодым или взрослым, мы сможем получить эту черту. Так, Льюис, ты уже там пришел в хорошее настроение? Боже мой. У всех симов сегодня просто ужасные потребности. Давайте отправим его на горшок. И горшок у нас завонялся. Нужно срочно все чинить, все ремонтировать. Вот. Посмотрите, как у Гарри хорошо уже с ответственностью. Это просто замечательно. И мне кажется, Гарри, ты идешь в туалет или ты забыл? Я себя, по-моему, отправляла в туалет. Что-то не хочет он идти, когда я нажимаю на сам туалет. Давайте, ну, в смысле, на вот это вот действие. Хотя, если сюда нажимать, то сим просто как бы сам должен идти в туалет. Но что-то не хочет он у нас идти. Интересно. Попробуем развить всем симам хотя бы максимально какой-то один из этих навыков детских, воспитательных. Что мы можем развить Дженни? У Дженни контроль над эмоциями, сочувствие. Очень интересно. Вот. Что же мы можем сделать? Нужно нам пообщаться. Давайте, может быть, сочувствие попробуем ей развить. Если она будет с мамой разговаривать, о чем-то общаться, то, может быть, быстрее будет развиваться сочувствие. Так. Я смотрю, что наши симы все уже проголодались. Давайте мы, наверное, маму отправим приготовить кушать. Что-то у меня, блин, ребят, симс подвисает. Я не знаю, что это такое происходит. Давайте пусть приготовит тортик наша Рита. А Дженни, наверное, поубирает. Как-то очень серьезно подвисает. Не могу понять, с чем это связано. Может быть, моды какие-то. Может быть, из-за вот этих вот последних скачанных мною объектов, которыми можно пользоваться. Но в последнее время очень-очень сильно тормозит. Хотя дополнительный материал я как бы не скачивала. Надеюсь, что это временно и в итоге пройдет. Так, уже оранжевым горит наша доска. Значит, скоро начнется комендантский час. Дженни, может, ты по-другому накроешь на стол? Давайте, наверное, сделаем модную обстановку. Но теперь вот выберем точки. Интересно, как это будет выглядеть. Это можно поубирать. И накрыть новые салфетки, положить на стол. Вот такой праздничный, почти праздничный, модный ужин устроим для всей семьи. Чтобы все отправлялись спать уже, потому что в 8 часов вечера. Да, папа уже решил вздремнуть. Но ты, наверное, у нас спать не ложись. Просто немножко полежи, да, поспи чуть-чуть. И потом отправишься со всей семьей на ужин. Пока мама с дочкой у нас накроют на стол вот такие вот точки. Ага, это получается просто салфетки в такой горох разноцветный. Очень красиво, очень прикольно. Давай тогда уже донакрывай эту модную точки, да, у нас были модную обстановку. Вот, и мама может немножко поговорить со своей дочкой. Давайте попробуем поразвивать им навыки. Вот, хотелось бы мне, чтобы у Дженни тоже что-то было максимально развито. Раз уж у Гарри у нас развивается ответственность, то у Дженни мы можем развить сочувствие. Так, Рита, вернись, пожалуйста, и немножко пообщайся со своей доченькой. Вот, попробуем тогда Дженни. Манеры. Кстати, вот от того, что она накрывает на стол, у нее развиваются манеры, и это тоже хорошо. Наверное, тоже за это полагается какая-то черта. Помочь с потребностями, побудить. Мы можем побудить ее обсудить, осваивать навыки, вынести мусор, вытирать лужи, побудить готовить блюда на несколько персон, побудить убрать мусор, побудить накрыть на стол, побудить справить малую нужду. Очень интересно. Раньше столько много действий не было. Видимо, у Риты просто потихоньку развивается навык воспитания. Вот, и она уже может много делать. Так, ладно, ребят, мы уже тогда в следующей серии будем ужинать, потому что все симы очень сильно устали, и нужно хоть чуть-чуть им выспаться, поднять потребности. Вот, попытаемся тогда всем симам развить по чуть-чуть вот эти вот навыки. Если они приобретут какие-то черты, то это будет хорошо. За манеры нам будет дана черта характера хорошей манеры. Кстати, если максимально развить навык в плохую сторону, то тоже будет даваться черта характера, но только уже отрицательная. Очень интересно. Будем за этим наблюдать, посмотрим, как это будет дальше проявляться. Все, ребят, тогда всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.